Инстаграм более 1 миллиарда пользователей и 500 миллионов человек пользуются социалкой каждый день. К примеру, у моей супруги два аккаунта. Первый аккаунт для личных целей, где она проводит почти все свое свободное время. Второй аккаунт для бизнес-целей, где она продает шубы. Некоторые люди также продают ее шубы. Они приходят в ее магазин, делают качественные фотографии, публикуют их на своих аккаунтах в Инстаграм и продают своим подписчикам. Заработок достигает от 50 до 500 долларов с одной продажи. Вы тоже можете продавать свои и другие товары. Сегодня почти все крупные бренды имеют свои бизнес-аккаунты в Инстаграм и даже конкуренты самого Инстаграма. Основная причина, по которой крупные бренды в Инстаграм, так это то, что они не хотят игнорировать миллиард людей, которые пользуются Инстаграмом. Аккаунты в социалках продвигают также персональные бренды. Я думаю, все знают о Криштиану Роналду, Селене Голмес или Ким Кардашьян. У них более 150 миллионов подписчиков и за один пост они получают более 500 тысяч долларов. Основная проблема с продвижением Инстаграм заключается в том, что единицы реально там продвигаются. В этом видео я поделюсь с тобой 16 способами, как получить подписчиков быстро. Самое лучшее только впереди. Всем привет! Привет! Прежде чем посмотреть это видео, не забудьте подписаться на мой канал и лайкнуть это видео. Сегодня тебе не нужно игнорировать Инстаграм, потому что это огромная платформа с одним миллиардом пользователей. И все твои конкуренты там. Я имею в виду успешные конкуренты. Даже если ты думаешь, что твой бизнес не связан с аудиторией, Инстаграм, продвигай там свое имя, публикуя полезный контент. Интересный факт, что уровень вовлеченности в Инстаграм в 20 раз выше, чем в Фейсбук и в 50 раз выше, чем в Твиттер. Самое важное, не копируй других. Будь уникальным. Посмотри аккаунты Red Bull, Toyota, Ferrari и многие другие. В их публикациях они не рекламируют свои товары, они создают интересный контент для их аудитории. Это важно в Инсте. Не продавать свои товары, а продвигать бренд и создавать собственный стиль. Тогда люди будут подписываться на твои аккаунты. Мой следующий совет. Подписывайся на другие аккаунты в твоей нише. Найди популярные аккаунты и следуй за их подписчиками. 20-30% аккаунтов подписываются обратно. Это работает, если у вас есть качественные, интересные публикации и вовлеченность. То люди последуют за вами. Конечно, в Инстаграме есть некоторые ограничения. Лучше подписываться на не более чем 20 аккаунтов в день, потому что Инстаграм за это банит. Следующий совет. Сотрудничать с влиятельными людьми. Это важно, потому что влиятельные люди могут привести много подписчиков. Вам не нужно пытаться сотрудничать с Ким Кардашьян или другими влиятельными людьми, потому что они берут сумасшедшие деньги. Просто найди влиятельных людей, которые связаны с твоей нишей. Это могут быть аккаунты с количеством подписчиков от 10 тысяч до 100 тысяч. И что вам нужно сделать, так это найти влиятельных людей, связаться с ними, узнать их цены, сообщить, какой контент хотите у них опубликовать. Таким образом вы привлечете их внимание. Следующий совет. Публиковать постоянно. Знаете, некоторые люди спрашивают меня, как они могут продвигать свои аккаунты в Инстаграм. Я задаю им встречный вопрос, как часто они публикуют. Обычно отвечают, что публикуют один раз в неделю. Как вы можете продвинуть свой аккаунт, публикуя так редко? Знаете, некоторые подписчики могут открывать Инстаграм один раз в неделю. Если вы публикуете только один раз, ваше время публикации может не совпасть с их временем посещения. Поэтому важно публиковать каждый день, и желательно по 2-3 раза. Людям понравится, если вы много публикуете, особенно качественный контент, и это поможет привлечь больше подписчиков. Если вы не публикуете много, то не получите результатов. Для планирования публикации используйте онлайн-инструменты. Ходсфит, Буфер и многие другие. Потратьте время на создание публикаций и используйте при этом онлайн-инструменты. А после этого потратьте один день и запланируйте публикации на следующий месяц. Вы можете найти свой собственный способ постить эти публикации. Например, каждую неделю. Лично я обычно делаю это каждый день, потому что я публикую свой контент не только для одного аккаунта. И мне нужно время, чтобы найти интересные публикации. Я должен постоянно взаимодействовать с пользователями и много публиковать. Нужно постоянно публиковать, и чем больше, тем лучше. Следующий совет, используйте тренды. Важно продвигать тренды в инстаграме, потому что там люди больше всего говорят о трендах. Они заинтересованы в трендах, и вам необходимо учитывать эти тренды в ваших публикациях. Например, создавать фотографии и видео с помощью трендах. И если ваши подписчики увидят, что у вас есть интересные публикации, связанные с тенденциями, то они дадут еще больше подписчиков и больше результатов. Вам необходимо проанализировать свою нишу или даже ситуацию в вашей стране или регионе. После этого используйте все имеющиеся у вас тенденции в публикациях. И если они не связаны с вашими продуктами, то подумайте, как вы можете адаптировать эти тенденции к вашим продуктам. Знаете, я обычно пропускаю некоторые политические моменты, потому что люди разные, у каждого свое мнение, и я уважаю их мнение. Но если вы говорите о других тенденциях, то почему бы и нет? Вы с уверенностью можете использовать их в Инстаграме. Следующий совет. Используйте истории в Инстаграме. Вы знаете, крупные бренды обязательно используют истории в Инстаграме, потому что пользователи и их последователи могут видеть эти истории весь день. Например, если вы размещаете различные публикации, то они просто будут находиться между другими публикациями и их могут не заметить или же просто пропустить. А истории люди будут видеть весь день. Если вы устанавливаете платную рекламу на истории Инстаграм, вы можете показать эти истории другим пользователям, которые, возможно, последуют за вами. На сегодняшний день очень важно использовать истории, тем более это недорого, так как Инстаграм разработал эту систему и старается привлечь больше людей к использованию историй. Просто воспользуйтесь этой возможностью сегодня, чтобы настроить платную рекламу с помощью рекламы в Facebook и получить больше подписчиков благодаря историям Инстаграм. Следующий совет. Используйте хештеги. Это важно, особенно для Инстаграм, так как люди любят использовать хештеги, и вы можете настроить около 30 хештегов в одном сообщении. Нужно учитывать, что если у вас небольшое количество подписчиков, то лучше использовать менее популярные хештеги. Например, если у вас меньше 15 тысяч, то лучше использовать средние хештеги, которые не так популярны. Когда у вас будет достаточно подписчиков, то вы сможете использовать более популярные хештеги. Инстаграм не будет показывать ваши публикации, если вы не популярны, как другие аккаунты. Просто попробуйте найти несколько низких и средних хештегов. Когда у вас будет достаточно подписчиков, то вы сможете использовать большие объемы хештегов с более чем 300 тысяч изображений на один хештег. Следующий мой совет. Используйте высококачественные фотографии и видео. Вам не нужно использовать дорогостоящее оборудование. Например, я обычно использую iPhone или Canon. Все, что вам нужно сделать, так это просто использовать смартфон и создавать высококачественные фотографии и видео. Лучше редактировать их просто с помощью специального программного обеспечения. И в этом случае вы будете активно взаимодействовать с пользователями Instagram. Но если вы видите, что качество не очень хорошее, то лучше не публикуйте этот контент, а создайте другой, более качественный. Следующий совет. Не продавать, больше вовлекать. Это важно для пользователей Instagram, потому что у них нет цели покупать продукты в Instagram, но они заинтересованы в интересных высококачественных публикациях. И нужно учесть этот факт, что Instagram – это не магазин, и подумать, что нужно сделать для повышения узнаваемости бренда. Публикуйте качественный контент для пользователей Instagram, и если они столкнутся с вашим контентом на других сайтах, то они могут купить вашу продукцию. Но в Instagram важнее всего создавать узнаваемость бренда. Знаете, когда моя жена пыталась продавать свою продукцию в Instagram, люди не покупали ее, и она изменила стратегию. На сегодняшний день она публикует 75% всех сообщений только для раскрутки бренда, и 25% пытается продавать свою продукцию. И вы можете сделать то же самое, или найти свое соотношение. Многие бренды просто занимаются своими подписчиками. Они не пытаются продавать. Что нужно сделать, так это найти нужное соотношение, привечь больше пользователей, а не просто зацикливаться на продажах. Следующий совет – использовать яркое и синее. И знаешь, это помогает увеличить вовлеченность на 25%. Можно проверить разные раскрученные бренды, на их страницах используется много яркого и синего. Например, Netgeo – это важно, потому что людям нравится этот цвет, и они любят яркое. Просто подумай, как ты можешь воплотить это в свои публикации. Не обязательно использовать только яркий и синий цвет. Вы просто должны понимать, что это поможет повысить вовлеченность. Например, в некоторых публикациях можно использовать больше обесцвечивания. Следующим шагом будет использование платной рекламы на Facebook. Это важно. Конечно, можно использовать только органический охват, например, командовать другими изданиями, следовать им. Но если у вас есть бюджет на использование платной рекламы, то просто используйте его. Вы можете получить много подписчиков, используя платные объявления, и лучше всего попросить установить платную рекламу какого-то специалиста, который разбирается, как лучше это сделать в вашей нише. Так как пользователи Instagram не связаны с другими пользователями, и иногда не лучшее решение использовать те же настройки, что и в других социальных сетях. Лучше найти собственный способ найти свою аудиторию и установить платную рекламу для вашей Instagram аудитории. Постарайтесь комментировать другие и публикации создавать качественный контент и привлекать больше пользователей. И знаете, важно проверять аналитику Instagram. Там можно увидеть активность, какие публикации больше нравятся, какие комментарии и многое другое. Мое последнее замечание. Тестируйте, тестируйте и еще раз тестируйте. Тестируйте все. Мы не знаем, что работает, а что нет. Поэтому важно найти свой собственный путь, свой стиль. Это означает, что нужно постоянно анализировать свои публикации, потому что вы не можете найти все секреты в одном видео или из одного контента. Еще один совет от крупных влиятельных людей – это отвечать на все комментарии. Потому что некоторые люди эгоистичны. Они получают комментарии, но не отвечают на них. Так они могут потерять свою аудиторию. Лучше протестировать и пообщаться с вашими пользователями. Важно отвечать как можно большему количеству подписчиков. Если вы ответите, то возможно они больше заинтересуются вашим контентом. И на сегодня хватит. Не забудьте подписаться на мой канал. Вы можете задать все вопросы в разделе комментариев, на все из которых я обязательно отвечу. Увидимся в следующий раз. Спасибо за внимание.